Они говорят, что она рукотворная, и что это возможно. Посмотрите на потолок. Он безупречен. Трехмерные скульптурные розы с идеальной геометрической симметрией. Нюансы деталей, утонченность каждого лепестка и границы поперечного сечения. Посмотрите на остальную часть Парижа в это время. Снова множество невероятных, гигантских и великолепных сооружений. Великолепная инфраструктура города. А люди и их транспортные средства примитивны. Они просты и кажутся совсем неразвитыми до уровня, чтобы создать такой город, как этот. Дороги неправильно вымощены. Они неровные и грязные. В этот период мы также можем увидеть эти здания, архитектура которых соответствует жителям. Здания неправильных пропорций, менее развитые и утонченные. По-своему очаровательные, но грубые, использующие дерево и штукатурку. Но это именно тот тип архитектуры, которым мы можем ожидать поколения лошадей и автомобилей. Поколения, не знающих открытия и технологий, которые последуют в ближайшие годы. Кроме того, на момент этой фотографии арке якобы 40 лет с момента ее завершения. Можете ли вы увидеть, насколько изношены некоторые части ее конструкции? Мы можем увидеть выветривание на камне. Это говорит, что арка сильно старше. По мере приближения к концу 19 века, мы видим, что москвичи решили покинуть свои дома и выйти на улицы. Пресловутая Красная площадь ныне бурлит жизнью. Собор Василия Блаженного и Спасская башня доминируют в обрамлении площади. Строительство собора Василия Блаженного началось в 1555 году и закончилось в 1561. Он пострадал от сильного пожара в 1737 году и проходил реставрацию в течение 20 лет. Но посмотрите на эту структуру, она почти нереальна и не похожа ни на что. Она составлена из тысяч красных кирпичей и листового металла, сформированного в виде характерных луковичных куполов. Присмотритесь к сложности этих куполов. Как они сгибали металл, чтобы достичь такой точности и совершенства в 18 веке? И снова, если бы у них были их навыки и целеустремленность, чтобы построить такое чудо, как это, тогда почему их дороги такие плохие и покрыты грязью? Мы видим эти невероятные сооружения и здания повсюду на фотографиях 19 века. У нас есть чудесный хрустальный дворец в Лондоне. Великолепное сооружение с наибольшей площадью остекления, когда-либо виденного в здании. Все это появилось до того, как в Англии появилось автоматизированное производство стекла. У нас есть Вестминское аббатство и парламент. У нас есть старая Хьюстонская арка, построенная из чистого песчаника в 1837 году. А улицы при этом немощенные и полные грязи. Почему эти люди не отдавали приоритет улицам, по которым ходили? Франкер, купольный шедевр Дрездена, Германия. Это сложное, роскошное великолепие, в прямом контрасте с побитыми повозками, с запряженными лошадьми и повозками с людьми, со своими самыми простыми, насущими потребностями. Народ совершенно ничтожен по своим размерам. Великая библиотека парламента Ватай, Канада, была построена за 17 лет. Первые крупные партии поселенцев прибыли сюда в 1800 году. Во время строительства население города составляло менее 20 тысяч человек. Великая грандиозная библиотека является действительно приоритетом для поселенцев. Но почему здание выглядит так, как будто его вырезали из Европы и вставили в Канаду? Даже за 40 лет до того, как Бош создал экономичный электроинструмент, у нас был старый пенсильванский вокзал в Нью-Йорке. Посмотрите на размер этого. Умопомрачительные пропорции. Как мы можем видеть здесь на фотографии, каждый восьмиугольный скульптурный узор на арочном куполе больше одного человека. Посмотрите на эти гигантские колонны, как детализированы и украшены вершины каждой колонны. Они говорят нам, что строительство этого сооружения заняло 6 лет. Неужели? Почему мы такие легковерные? Даже имея современный электроинструмент, печатные конструкции, крановые технологии, мы не смогли бы воспроизвести это сегодня. И что еще более важно, мы не воспроизводим этот тип архитектуры сегодня. У официальных лжецов нашего мира есть общий термин, который мы видим в Северной Америке. Они называют его историзмом. Историзм – это придуманный ими термин для архитектуры, который является возрождением по своей природе. Или, другими словами, копирование стиля другого периода времени. Величественные арки с гигантскими колоннами, которые мы видим, построены в классическом или греко-римском стиле. Соборы построены в стиле ренессанс или готики средневековой Европы. Компоненты этих конкретных стилей архитектуры включают в себя большие шпили, арочные окна, башни, башенки, купола, аркады, арочные скульптуры, огромные двери, крупные геометрические окна, колонны, циферблаты, колокольни. Следы этой невероятной архитектуры буквально можно найти повсюду, в каждом городе и по всему миру сегодня. Некоторые из них сохранились и поддерживаются, например, Триумфальная арка и Нотр-Дан. Другие потерянные и давно забытые, такие как Хьюстонская арка и Пенсильванский вокзал. Путешествуя, мы преодолеваем много миль, чтобы посмотреть эти чудеса и сфотографировать. Но фотографы 19 века подарили будущему поколению нечто такое, что они никогда не ожидали. Перспективу Мы видим примитивных людей на фоне четко развитой архитектурной инфраструктуры. Официальные историки мира нам рассказывают об официальной дарвиновской эволюции и переходных периодах. Люди, которые приходили после, всегда были более продвинуты в своем развитии. Они совершенствовали и переосмысливали путь предшествующего поколения. Если вершиной инновации в 19 веке все еще оставалось лошадь и автомобиль, как средство передвижения, то, как показывают эти фотографии, этот стиль архитектуры был также невероятен для людей, которые жили в предшествующие века. В любом случае, тот, у кого есть предрасположенность к размышлениям и вопросам, может сразу почувствовать, глядя на эти фотографии, что что-то прогнило, что что-то не так с главной исторической линией повествования, что-то не складывается. В панорамном изображении Сан-Франциско 1877 года мы видим калаш из архитектуры и историзма. Эти колонны, украшающие их входы в эти величественные здания, они выпячиваются наружу, как больные большие пальцы на фоне окружающих деревянных лачуг. Мы видим готические шпили и башни вдалеке. Мы видим куполообразные соборы и здания. Мы также видим, насколько обширным и огромным был город. В 1846 году в нем насчитывалось менее 500 мормонов-поселенцев, живя на участке земли, который мы сейчас называем Сан-Франциско. Это была пограничная территория, она была готова к заселению в период 1847 по 1849 годы. С началом калифорнийской золотой лихорадки население здесь увеличилось с 1000 до 25 тысяч человек. 28 лет спустя была сделана такая панорама. Население в это время, как нам говорят, приближалось к 200 тысячам. Кто в здравом уме повеет в эту историю? Выглядит ли это как город с населением в 200 тысяч человек, без каких-либо современных технологий, инструментов и автоматизированного производства электродвигателей? Люди в чужой стране просто оставили свой след. Мы действительно верим, что процветающий народ построил этот город всего за 30 лет. И снова такая тишина и безмолвие. Это фотография пустого города. Где все люди? Тень от столба говорит нам, что сейчас не раннее утро. Короткие тени появляются только к полудню. Город с таким угрюмым видом должен кипеть жизнью. На снимке этой панорамы нет ни одного человека. Единственную жизнь, которую мы видим, это лошадь без хозяина. Кажется маловероятным, что всем людям велено было оставаться в помещении на время фотосессии городского пейзажа. И эта немая сцена становится более жуткой, если учесть, что за объективом скрывается намерение того, кто стоял там с выгодной позицией и делал эту фотографию. Кто и для чего? Каков шанс, что в течение десятилетий мы аналогично увидим, что пустынные российские, европейские и североамериканские города будут фотографироваться вот так. А затем, всего несколько лет спустя, мы находим их заполненными людьми. Людьми, явно не способными создать эту архитектуру этих городов. И что нам делать с этими фотографиями, если мы примем основное историческое повествование и эти странные аномалии? Тогда мы остановимся здесь и вернемся к нашей повседневной жизни. Но история, которую нам дали, это неправда. И мы не должны принимать никаких повествований. Какими бы сертифицированными и официальными они не были, если это не имеет смысла. Люди, которые мы видим на фотографиях, и их ранние предки, не могли построить ту великолепную архитектуру, которую мы видим. Это невозможно. Давай, прыгай, мы должны рискнуть и углубиться в эти города и присмотреться поближе. Там должны быть некоторые подсказки, ждущие своего открытия. Они помогут нам понять, почему города пусты.